Сегодня у нас очень необычное видео. Я расскажу об увеличительных очках, которые рекомендуются также и для рукоделия. Чтобы избежать повреждений при транспортировке на внешнюю поверхность очков, приклеена, как вы видите, транспортировочная такая предохраняющая пленка, которую я сниму и буду испытывать эти очки. И в коробочке с очками я обнаружила целый комплект нужных вещей. Это очень мягкая, нежная, тонкая тряпочка для протирания очков, футлярчик из ткани, две маленькие светоотиодные лампочки на прищепке и веревочка, на которую можно подвесить очки, чтобы они не потерялись, чтобы их можно было снимать и снова надевать. Ну и, конечно, сами замечательные увеличительные очки. В посылке я получила, кроме очков, еще дополнительно и интересную лупу, у которой есть подсветка. Очки оказались как раз нужного мне размера. И мне очень понравились дужки очков. Они сделаны очень капитально, очень приятные, профессиональные, качественные дужки. В области носа здесь вот есть такая специальная резиновая штучка, которая настолько удобная, что совершенно не трет. И эти очки можно надевать поверх обычных очков. Я попробую испытать, что у меня получится. Вот я уже попробовала, и оказалось, что действительно можно надеть сверху обычных очков. Как видите, Эта лупа, она пошире, чем моя оправа очков. Так что, если у кого-то дальнозоркость, то вполне можно использовать эти дополнительные очки лупы. А так как у меня близорукость, то мне достаточно использовать всего лишь одни очки для увеличения. Вот еще очень интересная лампочка на прищепке. Ее можно включить, можно выключить. Света, конечно, она дает мало, но может быть при каких-то работах и пригодится. Самое главное, что можно ее прицепить куда-нибудь. Вот такая прищепочка. Она крутится. И здесь конструкция на винтиках. И можно поменять батарейку, когда она сядет. И еще тут есть подробная инструкция, в которой сказано, что эти очки носятся не так, как обычно. Их нужно носить на кончике носа. И это связано с тем, что у очков, у этих линз, очень небольшое фокусное расстояние, примерно 10 сантиметров. И чтобы было удобнее работать, очки и следует надевать на кончик носа. Тогда расстояние до объекта, естественно, увеличится. И работать будет лучше. Сейчас я открою вот эту коробочку. Здесь уже нет русской инструкции. Все написано по-английски. И вот тут указан номер патента. То есть это не просто как какая-то лупа с лампочкой. Это еще запатентованный прибор. И вот что я обнаружила. Здесь есть футлярчик для лупы и сама лупа. На самом деле это супер лупа. Здесь целых три лупы. Вот видите, одна большая квадратная, одна круглая. И вот здесь на просвет еще одна лупа. Вот там, где дырочка. С помощью маленькой кнопочки можно включить и выключить свет. И вот с этой стороны, вот видите, белая такая предохранительная какая-то бумажка. Там находятся батарейки. И эта бумажка, ее необходимо снять, потому что она предохраняет батарейки, чтобы они не разъезжались. Это для транспортировки. Вот я приоткрыла это место, где находятся батарейки. И когда я его сниму, то эта бумажка, она тоже снимется. Вот так здесь находятся три маленьких элемента. И теперь можно испытывать эту лупу. Вот этой маленькой кнопочкой можно включить освещение. Причем тут, что интересно, четыре режима. Я покажу. При первом режиме включается вот эта лампочка сбоку. При втором вот такая белая светодиодная, вот потом синенькая светодиодная. И следующая у нас включается боковая лампочка. Вот тут вот видно, горит свет. И я еще не сняла предохранительную пленочку. Вот тут с боков. Теперь приборчик стал красивым и блестящим. А колесико, вот это, оно необходимо для того, чтобы регулировать вот эту внутреннюю лупу. Она отодвигается и то ближе, то дальше. И зачем эти лупы нужны? Как видите, вот эта квадратная лупа, она увеличивает в несколько раз. Маленькая круглая лупа. Это уже микроскоп. Вот тут без подсветки не обойтись. Уже обязательно нужна подсветка. И каждая лампочка здесь продумана, в каком месте ее ставить. И самая последняя лупа, вот эта внутренняя, которая регулируется, которую можно установить с подсветкой. Вот тут есть подсветка. Она увеличивает в 55 раз до такой степени, что там видны все пылиночки. Микроскоп самый настоящий. И недаром этот прибор так и называется. Это микроскоп. И вот я уже исследовала работу в этих очках. Оказалось, что фокусное расстояние при работе с очками находится в 16 сантиметрах от кончика носа. Для чего же нужны эти очки? Вот как это ни странно, хотя они рекомендуются для рукоделия, мне они понравились больше всего в том плане, что с ними можно сделать изумительно качественный маникюр. Самостоятельно, не ходить никаким маникюршем и сделать его ровно и красиво. Потому что это лупа, которая находится на глазах, на носу, и она очень удобная как раз в том плане, когда у нас руки заняты. Второе, необыкновенное применение этих луп, это для вытаскивания за нос. И не дай бог, если вдруг укусил клещ, то тоже можно использовать эти лупы для того, чтобы его удалить. Так что в хозяйстве пригодится. Что касается рукоделия, то, конечно, эти очки необходимы в тех случаях, когда у нас очень-очень ювелирная работа. Ну, например, я даже не представляла себе, как можно вязать из очень тонких ниток микроскопические амигуруми. Действительно, эти очки могут в этом помочь и без них просто невозможно обойтись. В инструкции пишется, что предметы необходимо держать на расстоянии 30-40 сантиметров от очков. На самом деле, это расстояние зависит от вашего зрения. Так как у меня близорукость, у меня одно расстояние, а у вас оно может быть совершенно другим. А теперь, что нельзя? Нельзя использовать лупы при ярком солнечном свете. Сами понимаете, если не хотите загореться. И нельзя использовать их для повседневного ношения. Они совсем не для этой цели приспособлены. И самое главное преимущество этих очков, что ваши руки останутся свободными. И можно делать любую мелкую работу. И я обнаружила еще одно преимущество у этого микроскопа. Оно состоит в том, что он очень-очень маленький. Не надо никаких больших приборов. Достаточно достаточно иметь вот такой малюсенький микроскопчик и использовать его тогда, когда он потребуется. Вот я уже сделала себе маникюр, испытала эту лупу и сделала удивительное открытие. Раньше никак не могла понять, как работают часовые мастера все время с лупами. Оказывается, при работе с лупами глаза совершенно не устают. И это замечательно. Ну вот, осталось только сказать, где это счастье можно купить. Вот по этой ссылке добро пожаловать. доставка гарантированно, качество проверено и оказалось отличным. Так что не жалеете денег. Действительно, эти вещи того стоят. Я даже сама этого не ожидала, честно скажу. Думала, что будет что-то китайское, а оказалось, действительно, качество очень хорошее. КОНЕЦ